Здравствуйте! Мы в Геншине, а точнее вы на Дзуме и продолжаем проходить и выполнять миссии, которые здесь у нас существуют на данный момент. И начнем... Ух ты, кстати, ничего себе, я не знал, что есть возможность... Вау, вау, вау! Только что, при вас, прямо сейчас открыл новую фишку в этой игре. Слушайте, если нажать на ТАП, появляется колесо, достаточно удобно, я бы сказал бы. Ну, интересно, интересно. Каждый раз что-то интересное мы открываем. Сеть все вездесущности, и надзума. По словам Санго, ее подруга хотела преобразовать сеть вездесущности. Я не помню, почему начался этот квест, и что нам здесь предстоит сделать. Кстати, здесь очень много заданий мира, которые, в принципе, у нас остались, перед тем, как выполнять... Опа, сыщик! Да ладно, это задание будет безумно интересное, я чувствую. Детективное агентство Бантан Санго. Ладно, начнем с него тогда. Ох уж это... Вакаму... Вакаму Расаки! Не надо было говорить ей о Кагарумару. А что такое? О, привет, путешественница! Ты еще помнишь про сеть вездесущности? После того, как мы разобрались с прошлым делом, я рассказала обо всем произошедшем своей подруге. Ее зовут Вакамару Расаки. Очень сложно ее выговорить. Почему другое имя-то эти вам не придумали, а? Госпожа. Ну, точнее, в смысле не эта госпожа. И она... Ну, она называет и себя конструктором. То, как ты использовала сеть, очень ее вдохновило. Она все упрашивала в меня помочь ей придумать, как лучше переодолеть... Переделать сеть вездесущности. Сил не было терпеть ее нытье. Так что я отыскала новенький приемник в своей коллекции древностей. Если тебя это интересует, путешественница, ступай к ней. Думаю, она уже закончила вносить улучшения в сеть. Что-то такое. Так, подождите. А где там? Не спешите, не спешите. Я же могу просто телепортироваться, конечно же. О, кстати, там есть место для рыбалки. Ух ты. Слушайте, я почему-то их не помню, эти персонажи. Может быть, я... Странно. Так, еще раз. Вака Мурасаки. Как же тяжело произносить ее имя. О, так, ну и уж точно должно сработать. Привет, ты Вака Мурасаки? Да, это я. Чем могу помочь? Я по поводу сети вездесущности. А, ты и есть та самая путешественница, да? Санга говорила мне о тебе. У тебя здорово получается управлять... Управляться сетью вездесущности. Очень вдохновляюще. Говорят, ты ее сейчас улучшаешь? Да, так и есть. Санга откопала для меня совершенно новую технику Омё. Я использовал эту технику, чтобы создать новую улучшенную модель. Я назову ее сеть все вездесущности. По словам Санга, эта техника Омё способна удерживать духовные сущности живых существ, а потом воссоздавать форму этих существ на другом материальном носителе. Она говорит, что в своем высшем проявлении эта техника Омё может даже воссоздать сущность человека. Такие сущности могут отвечать на вопросы и никогда не лгут. Такая техника очень помогла бы, Санга. Она же детектив. Знаешь что? Я начинаю подозревать, что именно поэтому она рассказала мне об этой технике и позволила внести изменения в сеть. Ой, да ладно тебе! Ах, да, только не вздумай никому об этом рассказывать. Я поделилась с тобой только потому, что вы Санга друзья, ясно? А, ты смогла внести улучшения? Ммм, вообще-то пока нет. Чтобы я не делала, эта сеть годится только для воссоздания сущностей мелких существ. На людей она вообще не действует. Знаешь что, путешественница, возьми эту сеть с собой. Кто знает, может увидев тебя в деле, я снова обрету вдохновение. Вот, возьми и помни, теперь это не просто сеть в вездесущности, а сеть все вездесущности. Скорее поймай какого-нибудь животного, чтобы испытать ее в деле. Ммм, так, забавно. Сеть все вездесущности. С помощью сети все вездесущности, еще раз можно миллион раз повторить это слово, можно в открытом мире поймать сущность маленького животного, а после воссоздать его форму в созданных таким образом животных можно поместить чайник без мятежности. Поскольку трансформация с Вакамару Саки в сети все вездесущности пока не совершенна, не все животные могут быть воссозданы с помощью этой сети. Животные, которые можно поймать, отмечены в архиве значком сети. Сеть все вездесущности. Поймайте животное с помощью этой великолепности. Ух ты, получен камень, столько это за что? Так, ну это, видимо, место компаса, я угадал, да? Вот оно. Окей. А, это нам типа специально уже лесу преподготовили, посмотрите. А какое расстояние, кстати? Элементный навык замечен на... Так. А, надо ближе, да? Кто? Подождите. А почему это леса не убегает вообще от меня? Элементный навык заменен. Какой заменен, о чем ты? Как пользоваться этой штуковиной? Так, подождите, может я совсем не совсем понял? Секундочку. Дядь, почитаем. Сеть, которую... Угу, лучше с помощью... Так, 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 так. Утверждает, что с помощью этой сети можно удерживать духовные сущности, маленькие существа. Потом использовать ее в качестве среды их обитания. Животные для поимки. Ну, давайте посмотрим. Так, отлично. У нас леса тут есть. Вот она, леса. И замечательно, я же могу это сделать. Ух ты, ё-хо, я не знал, что здесь такая страница есть. Существа и враги. Птицы. Так, я могу еще и этих, что ли? Ты, а? Объясните мне, каким образом я буду это ловить. Почему здесь не написано? Элементный навык заменен на особый навык. Э! Элементный навык заменен на особый навык! Что мне с этим делать? Э-э-э, какой же ужас, подождите. А, слушайте, может я что-то не совсем понял. Конструктор. Ну да, конструктор. Скорее поймай кого-нибудь. Объясни мне, каким образом мне это можно сделать. Э-э-э, какой же ужас. Короче, оказывается, оказывается, тут есть специальная кнопка буква Е. Ну как? Как я мог ее просто не заметить? Если активируешь, соответственно, с помощью Z эту штуку, появляется сеть. Ну, давайте попробуем. А-а-а, да, действительно, хозяйка. Хитрое и высокомерное существо. Ну это, да, ну опять же, невнимательность, подождите. Невнимательность. Ну давайте. Ну как? Этой сети удобно пользоваться? Ее хватило всего лишь на один раз. Ммм, полагаю, это было неизбежно. Как я уже говорил, техника ОМЕ может поймать сущность небольшого животного, но чтобы сохранить эту сущность и воссоздать животное, нужен материальный носитель. Я использовал эту технику в сети в все вездесущности, так что она служит средством для сохранения сущности и одновременно в все вездесущности. Шутка. Для воплощения как-то сложно. Попусту говоря, каждую сеть можно использовать только один раз. Я пока не смогла решить эту проблему, если носитель нельзя будет переиспользовать. Цена использования устройства будет слишком высока. Я продолжу работу над сетью и постараюсь устранить проблему как можно скорее. Если тебе еще понадобятся сети в все вездесущности, ну приходи. И вот еще. Хотя пока эти сетки годятся только для ловли мелких животных, но их довольно сложно делать. Так что за следующую сеть тебе придется оплатить мне ее себестоимость. Я бережу, не переживай, мы же санга, друзья. Я дам тебе честную цену. Оу. Так. И? А куда вы меня зовете-то? Подождите, поговорите санга. А может быть мне все-таки тебе понадобится парочка сетей, что ли? Да конечно, я хочу поторговаться и посмотреть, что у тебя тут есть. Десять тысяч! А, слушайте, обновляется четыре дня. Так вообще лучше скупать их просто постоянно, я чувствую. У меня уже там 10 миллионов есть, мне не жалко такие деньги. Поэтому давайте так и сделаем. Я думаю, просто буду их скупать. И кстати, вроде бы нужно идти туда сейчас по заданию, но мне так хочется посмотреть. Вы видите эту штуку торчащую просто из воды? Я не знаю, как это вообще на это реагировать. Если вообще возможно туда подойти, давайте попробуем. А, так вот оно что, на карте-то как-то отображается. В любом случае, давайте потестируем. Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, подождите. Я не... Какая же беда случилась со мной. Вы знаете, в чем прикол? А вообще? Вы все мокрые, ребята. Да по идее, вы должны же не так... А, уйду, орёль. Кричать. Ну, короче. У меня, как вы поняли, команда-то у меня не боевая. Я же просто так на побегать решил взять ее. Ну, так, для красоты. Само что, мы будем выполнять все миссии мира. Так, что это? Якорная стоянка. Активирована новая якорная стоянка. Призывать кого? Волноход? Да, конечно. Волноход уже здесь. Это ж такое. Да ну, серьезно? А. Подождите. А это так работает? Управлять волноходом. Уй, ё-ху-ху, и бутылка вина! Игровое обучение. Ну, давайте уж прочитаем тогда. Так. Загадочный волноход. Волноход это загадочное транспортное средство, которое можно призвать на якорной стоянке. Приблизь здесь к волноходу, чтобы подняться на борт. И отправляйтесь плаванием. Вы можете призвать волноход на якорной стоянке в любой момент. Однако у одного человека может быть только один волноход. Ускорение позволит волноходам выполнять быстрые маневры. У волноходов есть два типа вооружения. Скорострельная пушка и тяжелая пушка. Тяжелая пушка наносит огромный урон, но из нее не получится стрелять часто. Ух ты. Слушайте, знаете что? Я для себя только что открыл идею классную. Короче, помните квест? Квест, 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 который, по-моему, где-то здесь был. Да мне надо подойти на остров Амакане, взять эту лодку и просто проплыть это все. Ох, оказывается это все... Ладно, давайте поиграем с этой штукой. Уху! Так, а что у меня еще есть? А, аааа! А, иду ускорение. Ух ты! Угу. А, она дальше не едет, я понял. А если я хочу выйти... Выйти, я сказал. Ух, слушайте, а выйти-то как... Написано, пробел. А, ааа, надо зажать! Ух ты! И сразу взлет и падение. Так, давайте посмотрим. Тут... Ну, если уж такое дело, суду будет? Благодарю. Но это не то, что я хотел. Я вижу еще одну фейку. И нужно еще третью найти. Их же третья с этой стороны. А, слушайте, мне кажется, она где-то там, да? А, вон она! Так, эти штуки я еще пока что не научился, на самом деле, открывается. И там еще сундук какой-то. Ладно, тут, в принципе, вы же и так прекрасно поняли, что нужно сделать. Три фейки. И сундук будет у вас. Ладно. Я же не знаю, теперь поплавать, что ли, с этой штукой. Да, это круто. Обалдеть! Да я могу теперь по всем основам путешествовать. Меня вообще ничего не ограничивает, на самом деле. Ладно, давайте завершим тогда этот квест хотя бы. Баловаться можно бесконечно на этой лодке. Мне она очень понравилась. Она решает огромное количество проблем. Подождите. А, тут сангу, сангу. Санга, конечно, конечно. Замечательный квест. Поговорила с Вакаму Расаки. Речь шла о сети всевездесущности. Сеть всевездесущности. Звучит неплохо. Вот только эта техника уме. Эта техника действительно может удерживать духовную сущность человека? Нет, это невозможно. О подобном сохранились лишь упоминания. Практика растворилась в тумане прошлого. Техника, которой я обучила Вакаму Расаки, годится только для небольших животных. Подожди, а тогда почему ты ей об этом не сказала? Ну, если ты об этом, я хотела, чтобы Вакаму Расаки помогла мне распространить слухи. Глава детективного агентства Бантан Цанга поручила кому-то создать сеть с помощью техники Аумек Камуны, которая может заставить людей говорить правду. Давно утрачена техника Аумек Камуны для детективного агентства Бантан Цанга. И сеть, которая в действительности годится только для ловли сущностей мелких животных. Но соедини три этих элемента вместе и получишь городскую легенду, которая звучит очень впечатляюще и при этом не так уж далеко от истины. Для обычного человека подобная городская легенда лишь незначительная историка. Но для преступников, в сердцах которых уже живут семена страха, подобные истории совсем не так простые. Так вот в чем дело. Ну и опять же, Вакаму Расаки начала действовать мне на нервы со всей этой чепухой. Найди мне самую сильную технику Аумеда. Я сотню раз говорил ей, что подобного не существует, но она меня не слушала. Поэтому мне не оставило ничего, кроме как дать ей для работы хоть что-то, чтобы она отвязалась от меня. Что если Вакаму Расаки никому об этом не расскажет? НЕВОЗМОЖНО! Она не в состоянии сохранить секрет, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Я ее слишком хорошо знаю. В любом случае, спасибо за помощь с визитом. Примея от меня, вознаграждение. О, Архонт, и надеюсь, она больше не будет меня беспокоить. Я детектив, понимаешь? Я не какой-нибудь Аумедзи. Кто такие Аумедзи? Что такое Аумедзи? Я не понимаю. Санго, Санго. Это очень прекрасный... Очень прекрасная награда за это задание. Ну, ладно. Кстати, подождите. Тут у нас прям сразу вопана. Каминами. Анна. Анна, кстати. Хорошее имя. Объявление о новом блюде в ресторане. Это мне неинтересно, но поговорить с этой девочкой. Ах, что же делать? А, что случилось? Путешественница. Отлично. Как раз ты вовремя. Ты помнишь рецепт, который ты написала для меня в прошлый раз, когда вы с госпожой комиссата пришли в мой ресторан? Ой, эта пицца стала настолько популярной, что многие приходили в ресторан специально за ней. Но некоторые клиенты также сказали, что им надоело все время есть эту пиццу. И спросили, есть ли у тебя пицца с другим вкусом. Я попробовал приготовить несколько новых видов пиццы на основе отзывов клиентов. Но мне показалось, что чего-то не хватает. И клиенты были не очень довольны. Эх, наверное, я очень плохо готовлю пиццу. Путешественница, ты ведь много знаешь об этом, люди. Ты можешь дать мне совет? Так точно. Отлично. Кстати, я получил отзывы клиентов. Дай-ка мне минуточку, я их поищу. Госпожа Риэ сказала, что хотя вкус у пиццы неплохой, но она считает, что пицца была бы вкуснее, если добавить в нее несколько местных и надзумских ингредиентов. Интересно, какие ингредиенты она хотела бы в ней увидеть? Путешественница, узнай, пожалуйста, у нее. Ну, давайте так, знаете, сегодня будет серия. Не... Как правильно сказать, то... Чилл серия, давайте назовем ее так, потому что будем бегать и смотреть эти все задания, которые явно не требуют много усилий. Ну, пока не менее, я так думаю. Да и вообще можно бегать за вот эту девочку. Эээ... Оу, привет, могу я чем-нибудь помочь? Насчет пиццы, оу, из ресторана Каминами. Оу, это пти... пицца? Птица. И правда очень вкусная. Но, как бы это сказать, я не слишком привычно к такому вкусу. Просто я думаю, что если добавить в пиццу кое-какие инодзумские ингредиенты, такие как фиалковая дыня, возможно, пицца завоюет всеобщую популярность. Так, ну я чувствую, что этого будет явно недостаточно для того, чтобы создать новую пиццу. Путешественница, ты вернулась? Как все прошло? Есть отзывы. Что касается отзывов клиентов. Пицца с фиалковой дыней. Не очень сложно. Остальные ингредиенты, как обычно. Что ж, поскольку отзыв был... Добавить какие-нибудь местные инодзумские ингредиенты, значит, я могу использовать и некоторые другие. Ммм, морской гриб, дрованаку. О, а как насчет светящегося гриба? Гриба. А, тебе нужна помощь? О, прошу прощения, я как раз думаю о том, какие добавить ингредиенты. Так, посмотрим. Думаю, фиалковая дыня. В магазине осталось их немножко. Путешественница, помоги мне достать фиалковую дыню. Что касается ингредиентов, не достает только их. Я обо всем позабочусь, как обычно. О, так значит, я тебя, на тебя рассчитываю. Одной фиалковой дыни будет достаточно. Так. Слушайте, вот интересно, а если у меня уже эта фиалковая дыня? Ты принесла ингредиент? О, да. Я не знал, что они так называются. Спасибо, этого будет достаточно. Интересно, какой будет на вкус пицца с местными и надзумскими ингредиентами. А, каменами она начинает делать свою пиццу. Готово. Эта пицца выглядит довольно хорошо. Спасибо тебе за помощь, путешественница. Вот, возьми. Я обязательно буду смаковать вкус этой пиццы. Если получилось неплохо. Скоро она официально станет новым блюдом нашего меню. А? Такое чувство, что вот прямо как будто обделяют меня наградами. Ну, обделяют. Ну, согласитесь. Ну, это просто безумство какое-то. Ну, в принципе, денег-то и так недостаточно. Так, стоп. Я где-то видел еще кое-что интересное. Где-то вот в этом райончике. Да, вон там дамочка стоит. Давайте к ней обратимся. А. Секунду. Спасибо за цветы сакуры. Малыш Кудзирай. Привет, у меня для тебя есть хорошая новость. О, спасибо на эпос. Как жаль, а в таком юном возрасте я уже вынужден заниматься темными делишками. О, это Пайман говорит. О, извините. Это не то, о чем вы подумали. Я собираюсь спросить, не хотите ли вы сыграть со мной в игру под названием Тэмари? Э, Тэмари? Мой голос Пайман, по-моему, изменился. О, это просто. Я прячу Тэмари где-нибудь рядом. А если путешественница сумеет найти его, пока звучит песня Тэмари, то победит. Так это и есть игра в Тэмари? Э, что? Замечательная искательница приключений. Большая сестра меня научила. А еще она сказала. Кудзирайз запомнит. Ты должен говорить. Если выиграете, получите хорошую вещь. Итак, если выиграете, получите хорошую вещь. Ой, хорошо. Хорошую вещь. Пайман думает, что нужно всегда играть с детьми, когда они просят об этом. Хе-хе-хе-хе. Ну да, хорошо. Ой, было бы здорово. Так. Так, найдите Тэмари. Заберите Тэмари отведенное время. А как мне это сделать-то? Это что, это не Тэмари? Нет, не Тэмари. Тэмари. Подождите. Что такое Тэмари? Объясните мне нормальным языком. Ну, пожалуйста. Мне причем куда-то в ту сторону ведь... Прервать испытание. Да это конец. Да мне тоже не объяснили правила. И как искать. И вообще что? Где? Издевательство. Уф, не считается. Вернемся к малышу Кузи. Так, этот малыш. Так, отлично. Что ты прячешь? Объясни мне, как это выглядит Кузи? Ладно, давайте еще раз попытаемся. Потом надо будет подумать. А для вас не слишком-то сложно. Это потому, что Паймон пока только разминается. Хотите попробовать еще раз? Конечно. Но надо показать малышу, как мы умеем играть. И еще один разок. Ура. Цель игры состоит в том, чтобы за отведенное время найти Тэмари. Да что такое Тэмари? Безумство. Заберите Тэмари за 30 секунд. Заберите. Заберите. Кого забрать? Я не понимаю. А, это что? Это что было? А, это... Меня обманули. Это Йо тут стоит. Кстати, тоже очень странно. Настояние до цели. Ага, все. Как обычно. Вот это невнимательность, ребята. Ну все. Ну это из-за невнимательности. Ну я в следующий раз точно смогу выиграть. Потому что, опять смотрю, не так куда надо. Эх, как же печально. Да ладно, сейчас будет 100% выигрыш, смотрите. Да невнимательность просто. Да и все, все, все готов. Давай, запускай свой счет. Давай, пожалуйста. Все, поехали. Так, 20 метров. 19. А, нет, 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 нет. Да, да. Да, да. 9, 8. 8. А-а-а. А-а-а, хитрецы. Этот красивенький шар. Ты, Мари, который искал? Угу. Ну кто же сомневался-то? Не, ну это довольно-таки легко было, в принципе. Замечательно играете, вы сразу его нашли. Опытная путешественница, повидавшая много стран. Ух ты, как вы и в Манштадте бывали, конечно. Здорово. А, от большой сестра я слышал, что в Манштадте есть много красивых мест, таких как Логово Ужаса Бури, супер-пупер высокими башнями. Неужели? Да, интересно, что выше, да, башня или Тенсюкако, всемогущего сёгуна. Малыш Кудзирай, почему ты гуляешь один в глуши? А, потому что когда сестра ловила рыбу, она думала, что я распугаю её, так что отпустила меня поиграть. Как-то я встретил большую сестру, которая была искательницей приключений, и она увидела, что мне скучно, подарила мне много демарий, и сказала искать жадных путешественников, чтобы с ними сыграть. Жадных путешественников? Мы не жадные, мы беспокойные. Мы переживаем, что малыш Кудзирай скучает, играя с нами самим сам собой. Точно, я думаю, что Макси Плей очень приветливо. Я так рад, один в глуши. Ты ребёнок и гуляешь в глуши один? Неужели ты не боишься попасть в переделку? И у тебя даже нет с собой хорошей вещи? Вы, Ив, правда, очень любоподобры. Не беспокойтесь-то, искательница приключений, большая сестра меня всему научила. С помощью маленького трюка я могу превратить темари в бомбу. Ой, но это же так опасно. Вовсе нет, я взорвал уже много злодеев, всяких там хиличурлов и смайлов. А ты опасный персонаж. О, да, если хотите поиграть с темари с другими своими приятелями. Я оставлю темари здесь, вот правило. Когда прячете темари, вы должны успеть это сделать, показывая чьи песенка темари. Человек, который ищет мячик, тоже должен уложиться во время песни. Всё справедливо. Хорошо. Страшно подумать, что на таком деле мы играем с бомбами. А, не бойтесь, искательница приключений, большая сестра, научила меня. На бомбах подрываются только злодеи. Наверное. Наверное. Я пойду поиграю где-нибудь в другом месте. Пока. Забавно. Опа. Игра в темари с Кудзираем. Ну и взаимодействовать с темари рядом с малышом Кудзираем, чтобы сыграть в уникальную игру на основе темари. Игроки будут разделены на хранителей его ролл. Хранитель, как ведущий игры, должен за ограниченное время найти безопасное место для размещения темари. А путешественники прибывшие из других миров играют роль воров, которые необходимо найти способ обнаружить темари за определенное время. Ну, мы, скорее всего, уже в это не сыграем. А я помню, что, кстати, был, по-моему, такое событие как раз. Ух ты, а что это что такое? А, ну это мы уже знаем. Ну это мы уже посмотрели. Спасибо. Был такое событие, как раз связанное с этим в свое время. Я, к сожалению, не мог его пройти, потому что не подходил под условием, но по условиям. Но сейчас, да сейчас, это, скорее всего, уже неинтересно, в это никто не играет, но тем не менее. Так, ладно, упа, а тут еще, кстати, Сакура. Один момент. Откуда сколько Сакура тут? Ну, ладно, лишним тут точно, конечно же, не будет. Так, ну что, у нас, в принципе, еще есть несколько заданий, я думаю, можно их найти. Да, нашел еще одно задание. И смотрится, по-моему, это воодушевлено. Давайте посмотрим. Неизвестное имя. Простите, меня, путешественница, ты наверняка торопишься, но я хочу попросить тебя об одолжении. Взгляни вон на ту статую небесной Китсуны. Говорят, они есть оберег, снять который может только тот, кто храбро ценит дружбу. И кому благосклонна стихия Электро? Странный случай в деревне. А, благосклонна, ну, я думаю, что смогу. Я же смогу. О, да! Уу! Видели? Загадочный предмет взятый из статуи. Значит, это правда, ты избранная. С твоими навыками и опытом это будет совсем просто. Прошу прощения, меня зовут Кадзари. Я местная жрица. А жрицы всегда носят маски? У меня есть причина скрывать твое лицо. Перед вами деревня Конда, а это барьер, который нужно снять. За этим барьером скрывается тайна. Их, я хочу поручить тебе провести небольшое расследование, чтобы снять его. Расследование? Да, это может потребовать немного времени и некоторых усилий, но я не сомневаюсь, в конце концов, ты познаешь истину. Что ж, ну что ж, работы, кажется, немало. Что с оплатой-то? Ихи-хи, а как же... Тот, кто оказывает помощь, должен быть справедливым вознагражденом пропорционально его мудрости и усилиям. Вот как она говорила. Ммм, так что не беспокойтесь. Она? Эмм, я рассчитываю на тебя в этом расследовании, избранная. Ооо. А че за барьер-то? Эмм, вообще-то это где-то далековато. А, нет. Направляйтесь в деревню Конда. Неужели мне сейчас научат какой-нибудь интересный фокус? А, вот он. Это деревня Конда, верно? Ммм, тайна. Ммм, Паймен чует что-то подозрительное. У Паймен нюх лучше, чем собаки. Как грубо, а это же просто фигура речи. Ха, здесь на первый взгляд очень мирно. Но я уверена, будь тут происходить нечто зловещее. Ой, неужели? А здесь должны быть какие-то секреты, ведь нам неизвестно об этой жрице-маске ничего. Как бы ты ни было, сначала поговорим с местными, может быть сможем что-то узнать. А что узнать-то? Эм, например, тайну какую-нибудь скрывает, которую скрывает житель деревни Конда. Да, ладно. Ох ты, как хорошо, у нас тут прям уже подготовлено. Дары всякие собора. Эй, разве ты не друг ее имея? Заходи. Я здесь, чтобы навести вас. Как дела, Ука? До свидания. Извините, мы потом поговорим. Прошу прощения. Прошу прощения. Здесь есть наверняка... А, вот, Эри. Приветствую тебя, девушка. Хочешь послушать старейшую историю? Не доводилось в последнее время видеть ничего странного. Самое странное в том, что мы уже давно ничего не слышали про Дзиро. Мой старик даже повесил на Ивынадзуме объявление о розыске. Эх, он много общался с молодым бандитами в деревне. Мы советовали Дзиро пойти в армию, потому что они проводили время вместе с утра до ночи, но никогда не замышляли ничего старого хорошего. Может быть, мы потому о нем ничего и не слышали, что слишком сильно на него давили. Кстати, тех оболт свят тоже давно не видела. Было что-то еще необычное? Необычное? Дай-ка подумать. В прошлом торговцы и туристы из разных стран останавливались на Рита, когда направлялись в Ивынадзуму через деревню Кондо. В деревне Кондо всегда было много народу, и мы с радостью открывали двери для чужезерцев. А, но это давно уже не происходит. Необычно, не правда ли? Господин Немата не переживает, сживал за детишек. А Дзиро никогда бы не пошел в армию, сколько бы ему не указывали. Это тоже совершенно ненормально. А еще заброшенный храм у подножия горы в прошлом не мог так обветшать. Как обветшал сейчас, говорят, статуя богини-лисицы время от времени проливает слезы. И это тоже ненормально, правда? Колодец Кондо вечно сух. Даже когда тот под землей много воды, недавно ночью кто-то запер колодец. Я не знаю кто, это же тоже ненормально. А еще Такеру говорил, что видел во время грозы какую-то призрачную женщину. Зачем привидению понадобилась такая мирная деревушка? Это ведь тоже ненормально, а? Эй, сколько в мире странного для старой женщины ты это хотела услышать, что ли? А, по поводу техоболтусов. Ай, ну и ты не знаешь, где они, бабушка? Они просто шайка бедокуров. Наверное, пошли куда-то, позаорить, дозорить, что-то ца. Надеюсь, Дзир не попал под их влияние-то. Но ты мне как раз кое о чем напомнил. Говорят, в сухом колодце за домом деревенского старосты было разбросано много моры. Потом в деревню пришла группа ронинов, и они почти все собрали. И это все, что я знаю. Если хочешь узнать, что ты еще можешь спросить у старосты. Ой, вроде бы им пользы-то есть, а вроде ее и нету. Давай поспрашиваем, начиная со старосты. А, староста? Они тут все ведь... Ну ладно, давайте поговорим. Что я могу для вас сделать, девушка? А, вы? Мое имя Кондо Дэн, сука. Я старста этой деревни. Ты похож на чужую странку, да? Эх, давненько мы в нашей деревне не принимали гостей. Но я могу помочь тебе чем-нибудь. Тебе нужен ночлег, чтобы дать отдых ногам. Или помощь, чтобы найти дорогу в горах. Я ищу место для отдыха. О, нет! Нет, мы пришли ради тайны деревни Кондо. Эй, тайны у деревни Кондо нет никаких, Таньто. Хотя наша экономика сегодня трещит по швам. Все налоги, которые нужно выплачивать полицейскому участку, регулярно выплачиваются. Ну, чтобы не случилось. В деревне всего несколько семей, и у каждой долгая история. И мы помним корни друг друга. Откуда у нас тайны-то? Да успокойся, пожалуйста. Деревня Кондо – простое мирное место. Нет тут ничего тайного. Если вам так нужны тайны, загляните в Великий Храм на руками и узнаете там секреты расшифровки гадальных листков. Поможете сходить в лес Тиньзю. Может быть, услышите там Хаяси Тануки. Уф, просите, пожалуйста. Я слишком бурно реагирую. Деревня Кондо – мирное место. Девушка, ты должна быть не расслышала название деревни. Но, если ты мне не веришь, можешь сама убедиться. Я Данцуке Кондо не буду тебе мешать. Ох, этот деревенский стас такой скрытный. Аж злость берет. Поищем деревенских и соберем больше подсказок. А тогда уж и посмотрим, что они скажут. Цель находится в недосягании. Узнайте информацию о местных жителях. О, это вы, путешественники, все то же самое. Ждал я почти всю свою жизнь. Я все еще не могу вспомнить ни голос, ни внешность. Что-то ужасное с моей головой-то. Извини. Я, наверное, с тобой не буду общаться. Это бесполезно. Но тут наверняка 100% есть еще кто-то. Вот, например, вот этот молодой человеком. К вам с ним уже общались. Я суда. Здравствуйте. Не хотите ли прогуляться со мной? А, могу я спросить, спросить ваше имя. А, я просто обыкновенный пожилой человек. После выхода на пенсию из комиссии Тендрио у меня нет. Ммм, так много дел. И я выхожу, гуляю каждый день, чтобы послушать птиц, покормить кошкой и собак. И полюбоваться видом. В молодости я всегда был занят. Я никогда не знал, что вы на Джуме так красиво цветет сакура. Или что здешние ручьи такие чистые и чудесные. Мы стареем, но красота мира остается надолго. Поэтому все, что я хочу сделать сейчас, это насладиться еще доступным мне остатком своей жизни. А вам не надоело каждый день смотреть? Эх, это... Молодые люди-то вроде тебя не смогут понять. Хотя пейзаж вокруг никогда не меняется. Люди и вещи, связанные с ним, меняются. Это очень интересно, если обращаться в внимание на эти изменения. Однажды я встретил молодого человека в кленово-красной рубашке, который обладал способностью предсказывать погоду. Одежда, которую я развесил, сушится, намокла бы, если бы он не сказал мне о надвигающемся дожде. Если подумать, если бы я не гулял вот так, я бы также не встретил такую выдающуюся чужеземку, как ты. Я прав? Да, не ожидал, что я буду бесполезно с тобой общаться. Конечно, к сожалению, он... Мы вообще здесь всех-то посмотрели. А вот с девочкой есть вообще смысл поговорить? О, да, привет! Какой странный костюм, как дела? А тебе не доводилось в последнее время видеть ничего странного? Странное? Ммм, не совсем понимаю, что считается странным. Все необычное. Ммм, я знаю. Что-то пришло на ум? Ммм, была странная одетая чужая странка, летающая би... Летающая белая? Существо, и они со мной разговаривали. Это действительно странно. А тут брони, что ли? О, да-да. Эй, эй, вы, да как вы смеете... Ладно, тогда серьезно. Однажды ночью вдруг вошел сильный дождь, и среди звуков дождя я слышал еще один очень странный звук. Странный? Да, как будто бы... Прерывистое щелканье. На следующий день я пошла посмотреть, в чем дело, и увидела несколько мешков, плавающих в деревенской канаве. Я не стала их трогать, потому что не знала, кто их туда бросил. Наверное, их уже унесло. Можете сами посмотреть в канаве. Еще что-нибудь? Еще. Больше ничего в голову-то не приходит. Может спросить у моего папы? Он много всего знает. У твоего папы? Кондо! Дэн Цукер, староста! Что, этот старик твой отец? Вообще-то меня удочерили, он меня удочерил, и теперь я его дочь. Ой, а еще можете спросить у моего племянника Такура? Минуточку, племянника. Он внук моего папы, а я папина дочь. Так что он не племянник. Какие сложные семейные связи. Ясненько, спасибо. Рад, что помогла пока. Эх, почему Такура до сих пор не пришел? Мы же должны были играть целый день. Может быть, он снова на крышу забрался? Крыша. Ааа, на крыше. А, на крыше что-то там внестит. Ааа, секретики ваши. Ай, ты яйца. Прощение. Так, секунду. Ну-ка, смотри, пристально. Да тут, по-моему, вообще уже никого не осталось. Вы издеваетесь. Ни одного живого человека нету. Ааа, вижу, 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 вижу. Это последний, по-моему, живой человек в этой деревне. Ну, если уж он мне ничего не подскажет, извините меня. Я же не знаю, что делать. Вопрос только как-нибудь забраться. А, все. Такура, хватит яйца-то разглядывать. Тебе удалось с такой легкостью сюда забраться? Поразительно. Ммм, судя по виду, ты не отсюда, да, тетенька? Много времени прошло с тех пор, когда в этих краях последний раз видели чужественцев. Как интересно. Что я могу для тебя сделать, чужестранка издалека? Какой заносчивый ребенок. Не доводилось ли в последнее время видеть ничего странного? Тсс, только потише. Я могу рассказать, только не пугайся. Во время гроз. Тут становится жутко. Появляется большой жуткий призрак какой-то женщины. О, хорошо. Ого, да как ты можешь сохранить спокойствие, когда я рассказываю тебе такие вещи? Когда я рассказал дедушке Дэнсуке, он мне тоже не поверил. Сказал, что я, наверное, ошибаюсь. А что-то еще необычное происходило? Наверное, телега сломалась на въезде в деревню. Там, где хеличурлы копаются. Ладно, давайте посмотрим тогда самую ближайшую точку. Но это явно она будет не та, да? Я правильно понимаю? Опа. А, я понял. Колодец запят. Как и говорила бабушка. Кажется, что-то тут не есть. Ого, клейменный кошель с монетами? И думаешь о том же, о чем я? О чем ты думаешь? Я думаю, что на эти деньги мы можем купить кучу всякого. Я думаю о том, как этот кошелек оказался здесь. А, хочешь сказать, нужно заставить его исчезнуть, да? Я просто шучу. Кажется, с монетами в колодце. Это означает... Кто-то пытался что-то спрятать. Колодец находится во дворе деревенского старосты. А, ух ты, замок на колодце. Сухой колодец запят. Кажется, замок можно открыть подходящим ключом. Понятненько. Ну, кошелек-то кошельком, ребята. Ну, где мне ключ взять? Ну, старосты навряд ли там что-то можно будет найти. О, загадочный что? Загадочная страница. Вырвана страница. Рассказы улицы Токи. Мы уже, по-моему, такое находили. Ну, ладно, давайте отправимся еще в несколько дочек. Найдите улики. Да какие улики? Вы мне ключи лучше дайте от колодца. Там явно что-то... А, оу. Не-е-е. Слушайте, ну ситуация усложняется, наверное. Там еще и ниндзя. А, еще ниндзя тут. Ну, в смысле, самурай имеется в виду. Чуть-то били-били сасенай то, не. Нигасанай вою. О, тут упала. Входим, входим. Опа, исследовать. Вот та самая телега, про которую говорил Такэру. Я здесь. Ничего интересного, только норваная бумага. Посмотрим. Эти бумаги. Это же книга учета. Товар выплатежей. Все, Гуната. Товары Тома. Бла-бла-бла. Проведено. Бла-бла-бла. Тут описано Тома. Это означает, что товары сделаны из бумаги. Верно? Ну, логики, по-моему, никакой. Ну, ладно. Подождите. Что-то в этой деревне явно не то. А вот кошечка, кстати, возможно, то, что нам нужно. Кошка? Нет? А, вот. Это не кошка уже. Кажется, Футаба упоминала про какие-то плавающие мишки. Может быть, это и были они? Эхе-хе. Что ж там? Мы исследовали все подозрительные места, о которых рассказала... Так, пора наведаться к деревенскому старости. Поймон любопытно, как он сейчас запоет. А, подождите. А вообще-то у нас, по-моему, другое задание было. С каким-то барьером справиться, нет? Почему-то как-то резко все перешло на другую степь. А, стоп. Я заблудился. Ладно. Что я могу тебе сделать, девушка? Мы нашли доказательства. Доказательства? Какие доказательства? Я не понимаю. Моей стороны при происшествии в деревне. Прошу, перестань перекидываться. Да чушь. Что за странные происшествия могут произойти у нас в деревне? Ну ладно, показывай. Эй, начни с того, что мы нашли у колодца. Я не буду тебе мешать. Вот. Это мы нашли у сухого колодца на заднем дворе. А что мы нашли? История. Местер-свышеств. Крылья. Сборник. А, кошелек. Да? Кошель для переноски муры? Это... Это принадлежит семье нашей. Ну, в этом нет ничего подозрительного. Да самый обычный кошель. Это очень подозрительно. Тут что-то не так. Пожалуйста, нарисуй мне знак с этого кошелька. Эээ, хорошо. Это и впрямь не мой кошелек. Ммм, через мой задний двор проходит столько народу. Кто-то мог и кошели обронить. Ммм, что тут такого-то? Что это? Что произошло? А, вы меня подловили. Я и впрямь собирался присвоить этот кошель. Ох, Дансуки, откуда у такого старого и прочтенного человека такие злодейские мысли? Что-то не так? Я... Я уже признался. В наберении присвоить деньги. Что тут еще скрывать? Потом я сдам ее сиганату. Мне тут что-то не нравится. Кошель кто-то оставил там намеренно. Какие доказательства у тебя? У тебя есть? Кошель для денег? Это еще не все. Мы также нашли... Нашли что? О, теперь твоя очередь. Э, а что мы нашли в Канаве? Вот это кто-то намеренно бросил дождливой ночью. Канава. Канава? Я не знаю, что за канава. Там не было канавы никакой. Ладно, будет мешок. Это же... Где вы его взяли? Вниз по течению воды в Канаве. Как бы там ни было, у вас нет никаких доказательств того, что эти предметы связаны. Они связаны. Это нелепо, как они могут быть связаны. Разве что на море есть какой-то тайный код. На море ничего нет. Понятно, есть ли на чем-то другом. Ряд с облаками, телеги. Мы нашли вот это. Да, да, да. Сейчас мы ему... Это, это... Не могу поверить, что был так беспечен, когда разбил телегу. Ого, ты наконец признался. У меня нет выбора, ведь вы зашли так далеко. В своем расследовании я больше не могу это скрывать. Тогда вы должны хорошо представлять, что же произошло на самом деле. Ну еще как хорошо, дедушка Данцуки. Как ты мог? Ну, крась телегу, Сюгуната. Во время боя ты разрушил телегу ударами кулаков. И груз попознал в Канаву. В надежде спасти солдаты Сюгуната побросали свои кошельки в колодец, чтобы отвлечь свое внимание, твое внимание, и чтобы деньги не растащили. Ты перекрыл доступ к колодцу. Верно? Че, что? Да нет же, все было не так. В самом деле, я хотел бы спросить у тебя ключ, чтобы собрать морус с одной колодца. И дать Сюгунату именно. Дать все и все деньги Сюгунату. Эх, вот что произошло на самом деле. Было в деревне компания молодых людей, которые однажды выпили, обнаглели и решили ограбить телегу Сюгуната. Эти товары и кошель принадлежат Сюгунату. Я не мог допустить, чтобы все узнали о таком постыдном происшествии в нашей деревне, поэтому я и попытался все скрыть. Ах, как же твое признание про кошелек. Это все ради того, чтобы сказать правду? Верно. Я подумал, что вы прекратите расследование, если я возьму вину на себя. Если бы наказали только меня и больше никого не тронули, пожалуйста, не сообщайте Сюгунату. Дело не в том, что я хочу сохранить лицо. Я не хочу, чтобы пострадала вся деревня. Я просто хочу узнать правду. Да, мы здесь не за этим. Правду? Молодежь в наши дни такая интересная. Меня постоянно мучила совесть из-за сокрытия истины, поэтому я все записал в дневнике. Я забросил дневник на крышу. Если вы их прям хотите почитать, пожалуйста, только постарайтесь не попортить мне крышу. Я ее давно отремонтировал. А, по поводу замка на колодце. Да это я перекрыл колодец, а еще я записал, куда спрятал ключ. Идите поищите. Знает ли дедушка Данцуки что-нибудь про барьер деревни Куанда? Барьер? Ох, люди все еще помнят эту древнюю легенду. В древние времена под землей, на которой мы стоим, проходил корень громовой сакуры. Один из пяти корней, защищавших мир на острове на руками. Обязанность сохранять корень и его барьер. Гитсуны Сайгу возложила на нас, жители деревни Куанда. Обязанность сохранять корень и его барьер с Гитсуны Сайгу. Да я уже читал это два раза. Э? Э? А что произошло-то? Сбой какой-то? Да, что происходит-то вообще? Так, записка. Большая часть заметок повреждена и неразборчива. Но я чувствую вину за ложь и грехи свои. Поэтому я хочу оставить эту записку. Шайка в пьяном виде нападала на граждан, похищала множество вещей, кошельку. После обсуждения этого вопроса они решили все скрыть. В ту ночь они перевернули телегу и побросали товары с кошельками, набитыми монетами, в пересохший колодец. Они запели колодец, а ключ спрятали в полуразрушенном доме у Канавы, восточной части деревни. Легенда говорится, что его построил Доин. Грустно, но он давно стоит пустым, потому его и выбрали, чтобы спрятать ключ. Деревня Кондо должна процветать, а клан Кондо благоденствовать. Надеюсь, ради Такура и Фатубы... Футабы. Эта деревня будет в безопасности. Так, а где наши великолепные... Ух ты. Там же самураи. Хм, кажется, эти люди что-то ищут. Я чувствую, что может они тоже что-то... Да, сто процентов, ребят, ну я... В данный момент я не могу это сделать. Ай, и это потому что я был в полете. Ну все, сейчас ладно, хорошо. Ребят, мне нужен боевой отряд, вы прекрасно понимаете, потому что мне сейчас придется, видимо, всех самураев перебить. А, это же не самураи, это же как они называются. Так, секунду, у нас тут разборки. Так, так. Еще? Ух. Секунду. Отправляйтесь к месту, указанному... Ну это и есть он. Так он же и есть, этот заброшенный дом, или как это понимать? А вот, копать. Старый ключик. Ключик высохшему колодца успешно добыт. Если он открывает тот высохший колодец, сокровище, то, видимо, мы сейчас разбогатеем. Ммм. Ну-ка. Действительно там много мура, или как? Сухой колодец запят. Мы знаем уже, это прекрасно. И мы уже даже ключ имеем. Открыто приступим, только осторожно. Вы пытались прыгать туда, что ли? У-у-у. Странный случай в деревне Кондо. Спустить, сколоть с деревень Кондо и исследуйте его. О-о-о-о. Так. Электричество. Ага, электричество. Подождите. Можно было просто разбить вот таким методом. Так, секунду. Что интересно? Чисто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, куда она? Куда? А, не назад, что ли, надо идти теперь? Так, аккуратно. Призвать. Так, а дальше-то куда? Вниз. О-о-о. Так, не совсем я понял правильно, что надо делать. Исследовать колодец и... А, тут еще есть спуск какой-то, смотрите. Барьер. Нигасанай ваё. Так. А, вот. Слушайте, ничего себе. Так, у нас есть небольшая трудность. Вроде бы... Ну ладно, давайте разберемся с этими ребятками. Интересно, задание такое. Необычное, да я бы сказал бы даже. Ёс. Али, злиза подлечить. Успеет? Ну ладно, немножко успела, если честно. Так. Так, а зачем я сюда пришел-то вообще? Нет, это не должно быть именно так. Тут я попустил, видимо, да? Электричество, электричество. Как мне эти... Нельзя переключиться. Так, окей. Окей. У нас есть возможность подняться назад. Может быть, что-то я не вижу. И мне нужно что-то сделать. Призвать электрограном, да? Так, вот оно какое скрытое течение. Вы видели, что я просто ускорился, нажав на правую кнопку мышки? Кажется, здесь что-то... Ух ты-хи-хи-хи-хи. Еще можно призвать. А, ну они, видимо, на какое-то время только определенное, да? Вот. Я не знаю, как эта штука работает. Может быть, что-то здесь надо сделать? Так, ладно, может быть и нет на самом деле. Так, загадка-на-загадка, конечно, неплохая. Я не совсем понимаю, что здесь требуется от меня. А вот, это прорезь. Точно, давай попробуем вставить тот оберег, который дала жрица. Давай. Ух ты. Молиться. Подождите. Так. Так. Я не понимаю вообще, что происходит. Смотрите, активировалось. Может быть, теперь я могу использовать эту штуку? Так, нет, хорошо. Изменить порядок. Порядок. Так, давайте смысл искать. 2, 2, 1. Что будет, если я буду менять? 3. Все, я понял. Это основная, видимо, да? Это 2, 2, 2. Так, порядок, порядок. Если бы я еще знал, какой здесь шипов. Четыре их тут даже есть. Пять. Один, два, три, четыре, пять. Правильно? 2. 3. Ну, просто это самое логичное, что может быть. О, вообще не может быть. Э! Так все же было правильно! Так вы же... Вы же видели. 1, 2, 3... Так, стоп! Тут, кстати, самое простое. Надо было посмотреть опять сюда. Так, ладно, мы стоим здесь. Возможно, это окончательная точка. Первое, второе. Номер 2 должно быть именно здесь. Это номер 2. 3 идет, соответственно, вот сюда. Все, я понял. Опять же, вопрос к внимательности. 4. 5. 100% комбинации, смотрите. Ох, кто это? Осторожно, Макси Плей. Слушайте, ничего себе. Воу! О, Тимуся! А его дал, кстати. Хрестный удар. А! Блин, какие персонажи! Ух ты! Что это было там? Что это больно, а? Чем-то били-били-сасенайте. Не, 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 не. Хрестный удар. Нигорь. Нигорь. он и просто расстреляем я просто его стреляют вовремя приключился между ухо-хо-хоу диан окружить я вообще он никого не нашу что с ними так есть это поистине невероятно а что за о когда почему я знала что не ошибалась и у тебя и впрямь есть дар очищения ты я как видишь я просто жрица которая с твоей помощью хочет избавиться от зла очень здорово что ты можешь убрать барьер если она следила за нами все это время это значит тайна дедушки дэнцу к я храню верность острову на руками и я не полицейский не они полицейскому участку кроме того она я тоже давно дружу с деревни конда я не хочу чтобы эти семьи пострадали прошу простите меня вернемся к делу как ты наверняка уже знаешь громовая сакура символизирует вечную заботу электро архонта который обладает силы снимать злые чары и очищать землю но пораженные корни в итоге сгниют остальные пораженные органы один за другим обрастают опухолями поэтому нужно провести обряд очищения но я не могу это сделать с учетом моего физического состояния есть еще несколько таких барьеров могу ли я попросить вас помочь мне нет они мне земле позволь мне помочь спасибо большое за помощь что же касается местоположения следующего барьера попробую заглянуть в заброшенное светилище неподалеку это совсем рядом с деревни конда на севере-востоке от нее из-за определенных обстоятельств боюсь что не смогу пойти с вами так и где договоримся встретиться сакура на востоке и западные берега отличаются по скорости цветы на севере и ветки на юге отличаются цветением однако все на этом острове под ее в тени священной сакуры и если она этом и на этом острове не лепестки все еще падают словно снег я уверена что еще увижу тебя желаю тебе всего наилучшего задание выполнено странный случай в деревне конда и у нас теперь новое задание жертвоприношения так что за жертвоприношение подождите очищение по словам кодзира а вот это уже безумно интересно это отлично это просто супер но мы это увидим уже в следующей серии ребята красная кнопочка под видео быстрее подписывайся пиши комментарий ставь лайк нажимай на колокольчик дайте быстрее простых обычных действий сделайте вот этих перечисленные будет вообще просто круто и замечательно уже видим со следующей серии будем продолжать проходить великолепные задания и исследуйте надзуму пока пока пока